Колымчане продолжают вакцинироваться от COVID-19. Прививку сделали уже более 17 тысяч человек. Получить вакцину «Спутник Ви» можно в поликлиниках, травмпункте и даже торговом центре. Как отмечают медики, благодаря прививке формируется коллективный иммунитет. Особенно это актуально для молодежи, уверяют специалисты. Ребята часто находятся в местах скопления людей, потому что участвуют в разных акциях и часто передвигаются. Поэтому необходимо обезопасить себя и жителей региона. Однако молодежь боится делать прививку. Молодежь боится проходить вакцинацию из-за дефицита знаний о самой прививке. В связи с этим, я думаю, что просто необходимо всем разъяснять, каким образом действует данная вакцина. Что это безопасно, что от вакцины невозможно заболеть. Допустим, это один из мифов, который сейчас ходит среди молодежи. Вакцина обезопасит самого молодого человека, как его самого, так и тех людей, с которыми он общается. Страх можно побороть, если разбираешься в теме, отмечают специалисты. Даниил Хрусталев учится в медицинском колледже. Молодой человек работал в инфекционной больнице и знает не понаслышке, что такое коронавирус. Рассказывает, что видел, как от COVID-19 умирали люди. И никакие последствия вакцины не могут сравниться с самым страшным – со смертью. Конечно, побочные эффекты будут выявлены не все. У некоторых операций, процедур и так далее могут появляться только через 20-30 лет. Например, у глазных операций. Не сразу все побочные эффекты будут выявлены, но все равно это лучше, чем смерть. Медики напоминают, для того, чтобы в организме выработалось достаточное количество антител, нужно сделать две прививки. Записаться на вакцинацию можно любым удобным способом – по телефону 122, в порядке живой очереди или через портал госуслуг. Вечерний Магадан решил выяснить у молодежи, сделали или планируют ли они сделать прививку. Вообще бояться этого не надо. Это формирует иммунитет. Как бы даже несмотря на тот фактор, что многие переболели коронавирусом, иммунитет все равно может потом уйти, эти антитела. Так что, в любом случае, нужно делать вакцины. Я ей не доверяю на все сто процентов, так как она не прошла всю проверку. Я могу изменить свое мнение только в том случае, когда она пройдет стопроцентную проверку и мне дадут гарантию, что после нее у меня не будет никаких побочных эффектов. Я хочу обезопасить себя и своих близких от тяжелых последствий, которые возникают в ходе болезни. Было ли вам страшно прививаться или, может быть, вы опасались чего-то или, наоборот, шли довольно уверенно? Я шла уверенно на прививку.